Музей без границ 4.0 Гости нашей студии сегодня Евгения Макоева, куратор дизайн-продуктов данного проекта и основатель бренда «Дизайн и ремесла» и Лада Дымкина, модельер и активный участник проекта. Евгения и Лада, здравствуйте. Здравствуйте. Евгения, расскажите нам о проекте и как он появился. Лаборатория северного дизайна появилась два года назад. Мы неожиданно выиграли этот проект в номинации «Новые вызовы». И сейчас, размышляя о том, почему этот проект был успешно запущен, думаю, что настало время поговорить о дизайне, о карельском дизайне. И не только с музеем, но и с более широкой аудиторией. И мы два года говорили о карельском дизайне, о его истории, о его стилистике. Что было сделано в рамках этого проекта и какова роль городских арт-сообществ в нем? Я очень рада, что в проекте был мощный исследовательский результат. Было выпущено три издания. Одно в электронном виде, два в печатном. Первое – это исследование карельский дизайн XIX-XX веков. Второе – интерпретация традиций в ремеслах и дизайне Екатерины Лангевненко. Она была научным куратором проекта. И третье большое издание – это «Формы времени. Карельский дизайн», где собрано очень много статей, посвященных дизайну в Карелии. И я думаю, что такой массив исследовательский даст возможность дальше изучать эту тему и послужит арт-сообществу большой основой для работы. Вообще очень много было сделано. И как общались музеи, арт-сообщества, многие дизайнеры попали в фонды, посмотрели на них. Были проведены разные лаборатории. Создан интересный маршрут от арт-сообщества и музейных работников. Немыслимый Петрозаводск, скетчбук. И в конце, после пандемии, многие мероприятия итоговые были переведены в онлайн-формат. И на самом деле мы сделали очень много видеоконтента. что было новым для команды. И поэтому очень интересно было этим заниматься. И даже сняли фильм короткометражный, 15 минут совместно с музеем. И это очень-очень большой такой результат, что в коллаборации дизайна ремесла, бренда и музея получился интересный новый продукт для Петрозаводска, Карелии. Еще были выставки в Национальном музее? Большой блок был выставочный. Летом было сделано три выставки. Это «Линия времени» про графический дизайн, про архитектуру, обзор стилей. И сейчас эти две выставки стали передвижными, путешествуют по Карелии. И большая выставка была про предметный дизайн, основанная на коллекции музея. Она получилась очень интересная по форме и смыслам. Еще онлайн-формат сейчас дал возможность сделать модный показ. И мы пригласили из разных регионов, из северо-запада и Москвы, модельеров, которые работают с северной стилистикой. И провели онлайн-показы их коллекции. Если вернуться к экспозиции Музея Национального, к этим выставкам, Лада, вы принимали участие в роли дизайнера. Как вам такой опыт? В роли экспозиционного дизайнера? Да, я, конечно, очень благодарна Евгении Маккаевой, что она пригласила меня в этот масштабный проект. И считаю, что в данный момент это вообще очень важно. Музею и такой вообще официальной мощной структуре выстраивать диалог с свободными творческими индустриями. Поскольку они друг друга обогащают, друг друга наполняют разным опытом. И получается, что музей выстраивает диалог с современным обществом. И получается, что сами арт-сообщества тоже получают статусность и внимание к себе за счет музея. И это очень важно на данный момент времени, поскольку это формирует в целом культурную среду. То есть в этом проекте появилось очень много таких масштабных результатов, каких-то новых креативных решений или такого нового продукта. Все эти вот подходы в результате диалога этого появились, которые могут масштабироваться, могут выйти за рамки музея и получить отзыв далеко за пределами музейных стен. Например, вот эта выставка, о которой мы касались формы времени, она получила очень большой отклик широкой аудитории далеко за пределами Карелии. Нам писали и говорили, и обычные люди, и в то же время компетентные в области современного искусства и дизайна, то, что эта выставка очень яркая, необыкновенная. Хотели ее пригласить в какие-то проекты или вывезти в другие музеи, но, к сожалению, из-за того, что она основана именно на архивных экспонатах музея, ее не получается транспортировать. Но я думаю, что это очень важное такое выстраивание вот этого диалога с арт-сообществами. Это будущее сейчас для жизни традиций и для жизни музейных экспонатов, когда новое общество появилось, и, в общем-то, с ним нужно новые диалоги выстраивать, по-другому общаться музею. Для этого нужны арт-сообщества. Совместно с дизайнером Алексеем Париковым вы разрабатывали несколько линеек для музея. Расскажите об этом. Да, мы с Алексеем разработали две линии продуктов для музейного магазина. Одна из них была из дерева, а вторая была из металла. Из дерева основывалась на экспонатах пряничных досок. Это резьба по дереву. И туда входили реплики. То есть это не когда полная реконструкция идет, а реплики – это очень похожий экспонат на основе эталонного. И туда входили интерпретации. То есть это уже что-то новое на основе эталона. Например, мы сделали очень похожие доски пряничные, какие вот были там с двуглавым орлом. и на основе этих досок сделали еще интерпретацию. Это такая игра-головоломка, где в шахматном порядке, то есть сама доска разрезается, и можно в шахматном порядке эти менять, да, конфигурацию самой доски. То есть это уже интерпретация, когда мы берем какие-то черты характерные для предмета, материал оставляем, и делаем просто новые задачи или новое функциональное назначение какое-то, меняем. Вторая линия у нас была сделана из металла. Это на основе каких-то ювелирных изделий, музейных экспонатов. Были сделаны тоже реплики. Это очень похожие, да, версии. И интерпретации. Например, из металлической, на основе металлической пуговицы для сарафанной были сделаны как реплики. И так сделаны, например, интерьерный декор, как ручки для ящиков. То есть это просто изменилась форма, но сохранился материал, сохранилась техника, изменилось использование. Соответственно, мы уже получили на основе этого продукта какой-то совершенно новый элемент. Вы, наверное, очень разбираетесь в реставрации. А чем вы занимались раньше? По образованию я художник-реставратор. Я очень долгое время работала в Петербурге реставратором лепнины и реставратором-позолодчиком. Поэтому, да, очень много у меня времени прошло именно в музейных стенах и в работе с какими-то старыми экземплярами, в церквях. Иконостасы я реставрировала. То есть, да, у меня есть такая насмотренность хорошая. И, в принципе, я научилась все это ценить, беречь, дорожить, сохранять. У меня к этому очень трепетные и бережные отношения. Евгения, с чего начался ваш интерес к возрождению крельского дизайна? У меня вообще художественное образование. Наша Петрозаводская. Мои учителя – это Виктория Николаевна и Владимира Викторовича Зорины. Потом я обучалась дизайну, но основное, что я закончила, – это искусствоведение. И, конечно, зная историю искусств, стилей, направления, меня всегда интересовали вопросы как глобального дизайна, так и локального. И, вернувшись после образования в Санкт-Петербурге в родной город, я, конечно, занялась дизайном. И в какой-то момент решила основать бренд дизайна ремесла, потому что увидела, что много ремесленников, много интересных традиций, которые можно совмещать с дизайном. И будет уникально, будет интересно, будет продукт, который можно продвигать. Так создался это было в 2017 году бренд. И дальше я работала с карельскими, поморскими, вепскими традициями. На основе этого делался дизайн, продукт. В 2019 году меня увлекла немецкая традиция российских немцев именно. И мы сделали масштабный проект «Новое пространство традиций», в котором был восстановлен Поволжский костюм. И создана уже коллекция современная, интерпретация немецких традиций. Коллекция «Солой, богиня танца», которая получила очень хороший резонанс. Она очень понравилась специалистам и потребителю. И также обратили внимание разные организации, которые поддерживают традиции российских немцев именно у нас в России. И Генеральное консульство Германии в Санкт-Петербурге поддержало наш бренд, дало возможность создать лабораторию по обработке текстиля. Теперь мы уже экспериментируем дальше. Традиции сохранять и восстанавливать нужно как раз-таки из каких-то экспериментов. И обработок, техник. И теперь у нас есть такая возможность. Мы с коллегами снимали сюжет про эту лабораторию. Давайте вместе со зрителями посмотрим. Соль сначала засыпем, чтобы более равномерное украшение было, насыщение раствора. И потом загрузим уже шелуху. На небольшой кухне для творческих экспериментов готовят необычный луковый суп. Крепкий отвар предназначен для окрашивания натуральных тканей. Для того, чтобы возрождать и сохранять традиции такого окрашения, карельским мастерам давно требовалось специальное помещение. Теперь оно есть. Лаборатория оборудована стиральной машинкой, раковинами, стеллажами и плиткой. Мы рады этому, что у нас появилось пространство для экспериментов. У нас теперь есть вектор для развития, для дальнейшего. Небольшое пространство предназначено для экспериментов и технологической обработки ткани. Этот ватник ранее был прокрашен таким же способом, и теперь покраска предстоит изделию, которая висит рядом. И здесь мы тоже хотим добиться такого эффекта старого пергамента. На презентацию текстильной лаборатории приехали гости. Среди них – ткач изолонца Юлия Журавлёва. Вместе с дизайнерами она работала над проектом «Новое пространство традиций» по созданию костюмов для поволжских немцев. Одежда была представлена на показе в амбаре деревни Виданы. Лаборатория текстиля и видеоклип с этнопоказа появились благодаря поддержке Генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге. Недавно вышел фильм о проекте бренда «Дизайн и ремёсла». Сделали фильм о проекте и как мы его создавали, потому что это очень сложный, интересный процесс, объёмный, которым нам хотелось поделиться. Опыта окрашивания природными материалами у Лады пока мало. Дизайнеры планируют привлечь к сотрудничеству с брендом специалистов и научиться большему. Кроме того, в лаборатории текстиля можно будет заниматься вращением ткани, освоить штамповую и монохромную печать. А это совершенно новые творческие возможности. Лада, что именно Вы в данной лаборатории планируете делать, какими процессами заниматься? В «Дизайн и ремёсла» мы с Евгением вообще планировали отталкиваться от своих приоритетных задач, это экологичность, качество и уникальность продукта. Соответственно, мы придерживаемся этой стороны и работаем с натуральным крашением в лаборатории. Стараемся расширить свою линейку оттенков и цветов. Работаем с переработкой вторсырья. И, естественно, что эти все задачи, они хорошо коррелируются с традиционными ремёслами, с традиционными техниками работы. Естественно, поскольку у нас появилось пространство новое, мы хотим развивать какие-то новые направления. Например, улучшение самого сырья, самого качества первичного, с которым мы работаем. Это, например, вращение или умягчение материала. И надеюсь, что у нас получится на базе своей лаборатории придумать какие-то свои авторские технологии. Но об этом пока рано говорить. И, в общем-то, у нас есть для этого теперь пространство. Будем пробовать. Вы сейчас новые линейки выпустили. Можете рассказать про них? Да, мы только что презентовали две коллекции от дизайна ремёсла. Первая называется «Деревня», а вторая называется «Госпожа-лиса». И они обе были как раз в фильме музейного проекта представлены. Первая деревня основывается на таких традициях русского севера, и на его кодах, на его формах и технологиях. Там и как раз вот эта переработка вторичного сырья, и как раз ручные швы, лоскутное шитьё, и натуральное крошение там местами тоже присутствует. И в этой коллекции представлены полные образы. То есть там и верхняя одежда, такая тёплая, сделана, стёганая, и блузы, какие-то брюки, юбки, сарафаны и аксессуары. А во второй коллекции «Госпожа-лиса» представлены изделия, которые основываются на направлении «Рацикл». То есть это переработка старых изделий, и мы задали им новую ценность. Специально для этой коллекции были вырезаны орнаменты, придуманы вырезанные орнаменты. В графической мастерской их под прессом напечатаны на эти изделия. И таким образом мы их ещё обогатили лоскутом, и получились у нас такие очень яркие современные образы на основе старых изделий, но с новыми ценностями изделия. Евгения, давайте вернёмся к фильму, который был создан в рамках проекта «Лаборатория северного дизайна». Почему был выбран именно видеоформат показа? В этом году, готовясь к модному показу, мы перевели его в онлайн-формат из-за пандемии, и чтобы, может быть, расширить уже аудиторию. Такая тенденция сейчас видеопоказов во всех модных домах, и мы решили не отставать. Не хотелось. На самом деле у нас традиция модные показы проводить всегда атмосферно, и мы принципиально отказываемся от подиума. Он как бы устарел уже и не так эффективен, когда маленькое количество коллекций, брендов, одежды. Поэтому первый показ у нас был в 2018 году на ЖД-вокзале Петрозаводска, и там очень эффектное помещение. Смысл был в том, что в проект, и модельеры, кто участвовал, они были тоже из разных регионов Северо-Запада, и мы их пригласили, и они приезжали на вокзал со своими коллекциями, и мы их сразу встречали. Вообще для России вокзал – это такой символ связи огромного пространства, вокзалы и сами железные дороги. Второй показ мы проводили в 2019 году в амбаре для хранения сена прямо в деревне, и это был эффект очень поражающий, потому что неожиданно необычное место подчеркнуло такую пасторальность коллекций, их деревенскую основу. И сейчас, конечно, когда мы думали о видеопоказе, мы сразу решили, что мы будем снимать в деревенской атмосфере, то есть это будет дом, дом и рядом что-то. Нашли локации интересные. Одна локация была с лошадьми, то есть в фильме есть сцены с лошадьми. Вторая локация – мы решили в Кеннерму поехать, потому что там потрясающие дома и внутри, и снаружи, очень-очень красиво. И с большой командой мы уже прописали под задачи, нам нужно было показать две коллекции, много сцен, персонажей, что они делают, но никак не могли понять все-таки, как это все связать. Вначале главная героиня должна была встретить всех людей в верхней одежде, в одной коллекции. Потом она должна была пригласить в дом и встретить гостей, и они должны были появиться уже в летней коллекции. И я долго думала, ломала голову, и Екатерина Лагвиненко подсказала несколько традиций карельских именно, что в лошадь, когда заплетают белые ленты, это означает, что она свадебная. И вдруг меня осенило, что можно пойти по пути, даже по следам калевалы, только в калевале это мужчины, которые постоянно сватаются. А у нас история о женщине, о девушке, которая вот-вот выйдет замуж, и она просватанная, по-карельски как раз и нашлось слово, красиво, очень Козиту. И вдруг персонажи заиграли, история закрутилась, и все стало на свои места. И мы приглашаем посмотреть фильм Козиту на YouTube-канале «Сона». Евгения, Лада, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Огромное вам спасибо, что пришли в нашу студию, за ваши ответы. Спасибо. Это была программа «Тема дня». Всего вам доброго.